Вставляем в нишу специальную и клещами прижимаем. Таким образом у нас заземляется все наше оборудование. Теперь машина готова к поиску разрывов высоковольтных проводов. Точность ювелирная. Рыть кубометры земли не придется. Кроме того, оборудование позволяет испытать кабель на прочность, подав на него напряжение в 100 кВт. А это почти в 500 раз больше, чем в домашней розетке. Но даже не это главное в уже третьем поколении ярославских электролабораторий. Первые были электромеханические, когда там реле, а здесь уже контроллеры работают, управление с компьютера. Здесь все свои полностью разработки. Здесь эта связь с блоками управления по радиоканалам осуществляется, не при помощи проводов. То есть какие-то такие движения вперед. Гордость наших разработчиков – программа управления. Она придумана и написана в Ярославле. Позволяет без труда добавлять разные компоненты к лаборатории. Так, например, весь мир переходит на провода с новым типом изоляции. И для их диагностики требуется свое оборудование. Кабели из шитого полиэтилена, их нельзя испытывать по старинке. Импортные установки, они идут, как правило, для работы без лаборатории. Соответственно, они намного дороже из-за этого. Ярославцы же решили превратить такой инструмент в дополнительную опцию к своей электролаборатории. Появиться новинка должна уже в следующем году. Но и без нее продукцию компания активно покупают крупные российские корпорации. Газпром, Россети. Сейчас идут переговоры с Росатомом.